Знаете ли вы о том, что в Таллине на Тартусском шоссе для посетителей уже чуть более трех лет открыт интерактивный центр карьеры кассы по безработице? Его отличает многофункциональность. Посетители могут не только ознакомиться с предложениями о работе, получить консультацию специалиста, побывать на различных полезных мероприятиях, но они также могут принять участие в виртуальном собеседовании или при помощи VR-технологий окунуться в реалистичную атмосферу и адаптироваться к новым условиям труда. Нельзя говорить о том, что старое все плохо, просто надо говорить о том, что все это надо развивать. И это, как правило, развивают предприимчивые люди, которые рискуют, которые умеют развивать идею и которые хотят, чтобы их идеи узнали как нужно большее количество людей. Сегодня вместе с вами мы заглянем в историю, поговорим о нынешних реалиях в сфере карьерного консультирования в Эстонии и попробуем понять будущие тенденции, что следует ожидать от современного мира и можно ли подготовиться к переменам уже сейчас. Предлагаем вам познакомиться с двумя очень опытными карьерными консультантами Галиной Ероцкой и Ириной Ронг, которые уже долгие годы помогают людям найти свое призвание в рамках как индивидуальных, так и групповых встреч. Ну, задача карьерного консультанта достаточно сложная, потому что, прежде всего, надо помочь человеку определить, что он знает, что он умеет. Потому что, когда человека спрашиваешь, а что вы можете, а я не знаю, особенно школьники, они очень часто не могут сформулировать вот именно четко, что они могут делать, на чем можно опираться, на что надо опираться при планировании своей будущей деятельности, на какие знания надо опираться. Потому что очень часто ребята выбирают профессию, исходя из модных каких-то тенденций. А на самом деле не все, что модно, подходит каждому. И поэтому вот определить, каким ресурсом владеет человек и какие ресурсы ему необходимо, скажем, развивать. Потому что при выборе профессии очень важно еще и знать не только то, что я умею делать, а то, что можно продать, то, что нужно нашему работодателю. И поэтому, уже опираясь на то, что я умею, тогда можно говорить о том, что же мне надо дальше развивать, в чем я буду силен и с какой стороны подходить к тому и другому вопросу. И поэтому, наверное, самая главная задача – определить, что я умею, на что я могу рассчитывать. И дальше уже применять свои знания. Я работаю карьерным консультантом уже 14 лет, именно в Кассе страхования по безработице. Ну и вот последние три года – это карьере Кескус, наш карьерный центр, как структурное подразделение Кассы страхования по безработице. До этого я работала психологом и была на предыдущем месте работы сокращена. И вот после сокращения я по открытому конкурсу кандидировала на должность карьерного консультанта. И, как можно видеть, уже тогда я не была юной девочкой. И этим самым я всегда говорю своим клиентам, не обязательно ищут работодателей молодых и юных на работу для себя. И по открытому конкурсу также можно найти удачную работу, не только через знакомство. Слово «карьера» в современном понимании в Эстонии употребляется уже более 10 лет, с конца 90-х годов. Следует признать, что толкуется оно все равно по-разному. У населения старшего возраста термин, как правило, ассоциируется с движением, с более низких должностных мест на более высокие. Иногда имеет отрицательный оттенок. Карьерным консультантом работаю очень давно, по годам не могу сказать, но больше 10 лет это однозначно. Работа нравится, и она нравится тем, что оказываешь конкретную помощь и видишь обратную связь от ребят, которые лят людей, которые прислушались к нашему диалогу и нашли действительно себя в какой-то профессиональной сфере деятельности. Я, наверное, начинала с фирмы «Джуниор Чигн». Это фирма, которая предлагает экономическое образование для школьников. И в рамках этой фирмы создавалась первая такая обучающая программа для ребят в школах, где как раз в одном из блоков говорили о том, что такое мир труда, как в мире труда можно ориентироваться, какие профессии есть. Ну и уже исходя из этого, мы уже получили, конечно, информацию, как лучше детям, школьникам выбрать свою профессию, как на нее обратить внимание, как познакомиться с миром труда. То есть это все началось от труда. Потом при «Джуниор Чигн» Мари Саурвей Али нашла программу, которая была как раз связана с карьерным консультированием. Ну и вот при «Джуниор Чигн» открылся центр, который так назывался карьерный центр. Этот центр достаточно долго существовал при «Джуниор Чигн». Потом передача центра происходила в разные руки. То есть потом мы ушли в Тайскасонт-гимназию, потом мы были под городом, ну и потом мы кандидировали в райолейде. И вот после райолейде я кандидировала в кассу по безработицам. Мы работали только с безработными. Мы работали с категорией безработных. С учениками занимался, занималась и новая, как мы знаем, да, а работающие люди или так называемые неактивные люди, то есть те люди, которые и не работали, но и не были клиентами Тетокаса в статусе безработного, они не были оглачены карьерным консультированием, в отличие от сегодняшнего дня. Ведь сегодня карьерное консультирование, касса страхования по безработице предлагает буквально каждому человеку. Несомненно, выбор профессии – очень важный шаг, потому что он определяет дальнейшую жизнь человека. Однако стоит помнить и о том, что никогда не поздно переучиться или заново переосмыслить для себя давно принятые решения. Скажем так, что тенденции, конечно, это новые разработки, это новые технологии, это нанотехнологии, это компьютеризация. Молодежь сейчас с этим очень хорошо справляется, это очень здорово. И, конечно же, они все хотят быть очень умными, грамотными, и это очень здорово. И вот знания, которые сейчас ребята получают, они очень-очень важны. И что радует, что они с удовольствием хотят развивать это. И если мы говорим не только про молодежь, которая школьная молодежь, но касса по безработице еще и работает с молодежью, которая, скажем, уже вышла за пределы школы, то здесь мы как раз видим тенденции, когда люди приходят за повышениями своих знаний, то есть за участием в каких-то курсах. И чаще всего это как раз компьютерные курсы, которые позволяют расширить область своих знаний. И точно так же люди, которые закончили 20 лет назад университеты, то есть им тоже необходимо обновлять свои знания. И поэтому люди стремятся к тому, чтобы быть современными и конкурентоспособными на сегодняшнем рынке. И касса по безработице ему в этом только помогает. После общения с карьерным консультантом многие клиенты не только зарабатывают деньги, но еще и получают удовольствие от своей профессии. Кстати, с одной из наших собеседниц, Галиной Ероцкой, я познакомилась еще будучи школьницей, когда выполняла тест на профориентацию. Теперь мы с ней коллеги, чего в жизни только не бывает. Всегда все начинается с беседы. То есть обязательно надо с человеком поговорить, посмотреть, выяснить что-то, чего-то. То есть что бывает так, что приходит, я ничего не умею, я ничего не знаю. В компьютеры играешь? Да, играю. А в какие игры играешь? И вот здесь начинаешь раскручивать. Эмоциональная сторона работает или стратегия? Логика у человека работает? Или какие-то другие у него есть тенденции? То есть тогда начинаешь вытаскивать вот из этого материала, что же все-таки в играх ребенка интересует? Потому что на сегодняшний день игры захватили детей настолько сильно, что приходится как бы адаптировать их умения в играх, их навыки в играх на сегодняшние тенденции, на то, что действительно можно развивать. И поэтому начинается все с беседы. Есть другой вариант диагностики, это тесты. Тесты у нас есть как на бумаге, так и в электронном варианте. И ребята с удовольствием делают эти тесты, потому что они определяют, ну, прежде всего, направление их предполагаемой сферы деятельности. То есть им такой, как бы, наметочка такая, да, подсказка, что ты мог бы вот обратить внимание, что, может быть, в этом направлении было бы хорошо развиваться. Есть тесты, которые говорят о твоих личностных качествах. И иногда человек даже недооценивает себя, потому что личностные качества дают еще и вариант самооценки. То есть человек просто недооценивает свои способности. И он, как бы, вот с этим небольшим, невысоким уровнем самооценки, он боится сделать следующий шаг. И поэтому наша задача ему подсказывает, что нельзя бояться, он справится. И это очень хорошая для него такая стартовая площадка, где он может попробовать раскрывать свои ресурсы. И что можно делать с этими ресурсами дальше. Поэтому тестирование, то есть тестирование, это тоже такой хороший инструмент, где можно себя, как бы, попробовать. Ну и вот сейчас у нас в Кассиво безработице есть различные игры, где ребята тоже могут попробовать свои знания и умения, то есть насколько они способны или насколько они могут проявить себя в той или другой сфере. Когда я начинала работу, мы делали тесты на бумагоносители. И сами их обсчитывали, обрабатывали. Это было достаточно время затратное и трудоемко. Брало много времени, которое мы отрывали, может быть, от живого общения с консультантом. Сейчас делается электронный вариант тестирования. Клиенты очень довольны, могут это спокойно делать дома. И тёту Касса финансирует обработку тестов, которые нам предлагает другая организация. В системе образования кое-где до сих пор используются термины «профессиональное консультирование» и «профоориентация». Практически во всех школах ведётся на сегодняшний день учение о карьере. Это в рамках государственной программы. Единственное, что школа сама выбирает, в каком классе идёт этот предмет. В каких-то школах это идёт в девятом классе, в каких-то это идёт в гимназическом звене. И это очень здорово, потому что эти программы позволяют ребятам побольше вникнуть в себя, вовнутрь себя, больше узнать о себе, узнать не только свои интересы, но и свои ценности. Не все обращают внимание на такое понятие, насколько мне подходит эта работа с точки зрения моего внутреннего мира, насколько мне интересно будет там поработать. Ведь очень часто ребята, поступая в университет, уходят из университета. И оказывается, что вот как раз вот это вот внутреннее я, внутренние мои ожидания, они не совсем отвечают тем ожиданиям с моей стороны. Поэтому это как бы очень важно, когда есть вот такие вот часы карьеры. И второе, это мир труда, конечно, где знакомят с профессиями. Профессии меняются постоянно, профессии меняются везде. И поэтому вот эти вот новые технологии, они заставляют менять мир профессии. Появляются, вы же сами видите, в магазине раньше мы все привыкли к тому, что есть продавец. Сейчас у нас уже как бы есть менеджер, который просто следит за тем, как работают кассы и помогает. То есть это уже как бы консультант, который вышел на новый уровень. Проблемы с выбором профессии в Эстонии рассматриваются уже более 70 лет. В 30-е годы в Таллине и Тарту работали консультационное бюро по выбору профессий. Данное бюро являлось посредником между работодателями и молодыми людьми. Одним данное бюро помогало в поисках подходящей рабочей силы, а другим в поисках подходящего рабочего места. Прежде всего, я считаю свою работу интересной. Интересной для меня и интересной для клиента. И, безусловно, у нас бывают какие-то проблемные случаи, какие-то проблемные вопросы. Иногда это даже просто не предусмотреть. Казалось бы, придет человек для того, чтобы говорить о том, что сменить нужно работу в связи с состоянием здоровья. Но тут вскрываются еще какие-то обстоятельства, которые значительно сужают его возможности, его возможности, его выбора. И поэтому здесь очень важно сделать эту работу так, чтобы она была эффективной и полезной для клиента. Чтобы он с меньшими издержками приходил, так сказать, с меньшими потерями времени приходил к нужному. Чтобы его не постигло разочарование. Бывает такое, что клиенты возвращаются. Если они были у тебя на карьерном консультировании, были удовлетворены решениями, советами, допустим, рекомендациями, которые были сделаны, то они возвращаются и советуют это также своим детям, допустим, или знакомым. Каждый человек имеет свою уникальность. И когда человек приходит на карьерное консультирование, конечно, мы должны сосредотачиваться на анализе его профессионального трудового пути, на анализе его потенциала трудового, что он может предложить на рынке труда, каким образом можно использовать его потенциал. Но, в принципе, мы должны рассматривать человека в целом. Нельзя вырвать его из констекта, его семейных обстоятельств, каких-то личных проблем. И здесь тоже очень важна роль карьерного консультанта, когда он может подсказать клиенту, что есть возможность вентилировать свое эмоциональное состояние с помощью психологического консультирования, которое также касса страхования по безработице может обеспечить клиенту. Можно решать проблему с долгами, допустим, да, направить на консультирование тоже. Можно получить направление от тету касса. Можно подсказать, что пора уже обратиться там в местное самоуправление, допустим, для решения каких-то социальных вопросов. То есть все-таки подход к человеку в целом. И решение этих проблем, решение этих вопросов для человека, оно тоже открывает ему более активное движение в его профессиональной реализации. Поскольку восстановление независимости Эстонии пришлось на начало 90-х годов, то система образовательной политики страны систематически реформировалась и реформируется по сей день. Куцикода делает анализы, проводит исследования, и на основе этих исследований тогда видно, какие специалисты нужны. И уже на основе этих исследований тогда видно, какие программы необходимы в университетах. И университеты уже придерживаются вот этих тенденций и меняют свои программы. Если говорить о рынке труда, то на сегодняшний день все больше и больше необходимы люди, которые умеют что-то делать своими руками. И вот этих специалистов больше готовят, конечно, профтехучилища. И в профтехучилищах очень хорошо сейчас построены все базовые площадки, практические площадки, где ребята могут получать хороший практический опыт. И, соответственно, училище у нас уже выпускает достаточно хороших специалистов в этом плане. И училище тоже очень активно ориентируется на сегодняшний рынок, на то, что нужно работодателю, какие специалисты, с какими навыками они нужны. Рынок труда меняется сегодня гораздо быстрее, чем раньше. Меня радует, что в последнее время среди клиентов все больше тех, которые хотят прийти на карьерное консультирование с целью выяснения своей полной самореализации в профессиональном плане. Не только для того, чтобы, допустим, получить какие-то курсы, к примеру, курсы автовождения, иногда бывают такие запросы, не с такой чисто потребительской целью, а именно для того, чтобы составить свой карьерный план. Все больше клиентов, которые, достигая на своем рабочем месте определенного уровня компетенции, они чувствуют, что они хотели бы большего. И это ведет их тоже, приводит на карьерное консультирование, когда можно думать о том, в каком направлении еще развиваться, где он может больше реализовать свои возможности, свой потенциал, как работника. За полгода консультациями кассы по безработице на тему дальнейшей карьеры по всей Эстонии воспользовались более 80 тысяч человек. Я думаю, что наш карьерный центр будет существовать, развиваться, обновляться, совершенствовать свои экспонаты, очень интересные, которые здесь находятся, и когда мы попадаем сюда, сами очень часто их используем для того, чтобы и увидеть возможности этого экспоната, и для того, чтобы потом порекомендовать это клиенту для использования. Помимо Таллина, в скором времени и в Тарту появится новый карьерный центр, строительство которого уже активно ведется. Сейчас для повышения профессионализма карьерного консультанта сделано очень много. Безусловно, у нас нет в высшей школе такой специальности, как консультант по карьере или Тео Вагентус Консультант, но тем не менее внутреннее обучение, которое организует касса страхования по безработице. И я вижу, что с каждым годом это становится все более основательнее и все более серьезнее. После дипломное обучение, которое предлагают и в плане микрограда тоже, то это, безусловно, только на пользу действующим карьерным консультантам. Если вы находитесь на пути принятия важных решений, то добро пожаловать в центр карьеры вместо профессиональной поддержки. Приходите к нам, чтобы подойти к выбору или смене профессии комплексно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!